Песня! Здесь шесть пляжей, от Плая Старо до Плая Костель. Этот пляж называется Фоска. Он самый опасный. Почему? Когда дует ветер Лаванте, здесь поднимаются большие волны и купание запрещено. Я работаю здесь уже несколько лет. Большая часть работы приходится на летний период. Зимой мы работаем как спасатели-санитары. Все мы из Паламос. В прошлом году мы спасли 48 неосторожных отдыхающих. В этом году пока ничего серьезного не произошло. Мы мало занимаемся несчастными случаями, связанными с лодками. Чаще всего мы спасаем людей, наступивших на песоранью, на рыбу-паука. Эта рыба выделяет ядовитую жидкость. Есть люди, которые сильно восприимчивы к такому яду. Иногда кто-нибудь из отдыхающих наступает на морского ежа. Необходимо как можно быстрее удалить иголки. На каждом пляже присутствует 5-6 санитаров. Мы работаем с 15 июня по 15 сентября, с 11 утра до 7 вечера. Именно в это время происходит большинство несчастных случаев. Все мы прошли курсы подготовки пловцов и спасателей в Красном Кресте. Многие из нас солдаты или гражданские служащие. С поросших лесом холмов виден вход в порт Сан-Филио-де-Гуи-Шоль, расположенный в 15 километрах от Паламос. Сан-Филио является самым большим поселением на Коста-Браво. Туризм играет здесь большую роль, но не главную. Возможно, потому что пляж, располагающийся рядом с набережной, не считается самым красивым на Коста-Браво. Кроме того, здесь не так много отдыхающих, чем на других пляжах. И как и везде на пике сезона, здесь, в этом дружелюбном месте, много местных жителей. Местный рыбацкий спортивный порт имеет большое значение благодаря своему защищенному положению и тому, что он приспособлен для больших кораблей. Одним из самых красивых зданий в Сан-Филио является Казино-Нуаво. Здание, инспирированное мавританской архитектурой, было построено в начале века. Казино-Нуаво – место встречи каталонцев и туристов. Здесь, в соответствии со старой испанской традицией, можно спокойно посидеть и подискутировать. Тот, кто понимает каталонский или испанский язык, с легкостью сможет окунуться в повседневность типично каталонского маленького городка. На первом этаже, в просторном кафе, друг с другом сидят люди разных возрастов. Сан-Филио считается либеральным, открытым миру, великодушным и раскрепощенным городом, в котором иностранные туристы являются желанными гостями. Рыбаки в порту с готовностью рассказывают об истории этого места. Название деревни Сан-Филио напоминает о святом Феликсе из Африки. Этот человек был привязан к мельничному жернову и брошен в воду. Тем не менее, он смог освободиться. И в его честь деревню назвали Сан-Филио. Одни говорят, что его освобождение – это чудо. Другие утверждают, что его жизнь спасла построенная римлянами подводная пещера. Однако, вполне возможно, что камень отвязался, когда святой Феликс падал в воду. Тот, кто отдыхает на Коста-Браво, ни в коем случае не должен отказываться от однодневной поездки в Герону. И в этом городе есть все, что наложил отпечаток на Каталонию. Влияние арабов, римлян, французов. С 17 по 19 века этот некогда укрепленный город 34 раза находился в осаде. Собор в Геронии является не только самой большой церковью в Каталонии. В этом здании, построенном в 14 веке, на стенах старой романской церкви, находится самый большой в мире готический церковный свод. Работы по строительству церкви велись вплоть до 18 века. Фасад в стиле барокко и массивная лестница, приблизительно 90 ступеней, перед входом были добавлены позднее. Уставший от пеших прогулок турист, может удобно устроиться в маленьком кафе в тени Величественного собора и попробовать испанский кофе-калеччи или даже калахио, кофе с добавлением бренди. Или проехать на миниатюрном автопоезде мимо архитектурных красот города. А таких в городе множество. Баннес-Араб, арабские бани, являются поразительным подтверждением того, что даже после освобождения Каталонии от мавританского господства, влияние арабской культуры оставалось прочным. Построенные в 12 веке бани говорят о влиянии мавританские архитектуры и напоминают римские бани. Здесь имеются три зала с резервуарами воды различной температуры. В Ригидарии, резервуар с холодной водой, располагается в помещении со стенами из неотесанных камней. На счастье, многие из посетителей Баннес-Араб твердо в это верят. От Герона до побережья примерно 35 километров. Участок пути между Сан-Филио и Тоса-де-Мар является самым красивым на всем Коста-Браво. Петляющая дорога проходит вдоль побережья, и на каждом повороте открывается захватывающий дух и вид на море. Необходимо найти время для экскурсий по этому пути или сделать перерыв. Меладорис – места, усеянные указателями, но с которых открывается великолепный вид, как будто созданный для пикника. Тоса-де-Мар относится к самым популярным и часто посещаемым местам отдыха. Однако и здесь есть кое-что из чудес прошлого. В старой части города туристов встречает Дави-Лавея – хорошо сохранившийся средневековый город. Начиная с XII века, Тоса-де-Мар постоянно укреплялся пиратами. До наших дней дошли башни и стены бывших защитных укреплений. До того момента, как Тоса превратился в популярное место отдыха, он, как и многие другие, находился под секретом. Благодаря испанским художникам-пейзажистам, международным художникам и интеллектуалам, среди них Марк Шагал, в 1920-1930-е годы это место получило название «Колония художников». В спокойном, традиционном Тосе-де-Мар все проходит совсем иначе, чем в знаменитом Лоретте-Мар. Лоретте-Мар – знаменит своими большими отелями прямо на побережье. Кафе и дискотеки сравнимы по размеру, наверное, с отелями. Лоретте является популярным местом отдыха для молодежи, которое ценит не только отдых на пляже, но и развлечения и водные виды спорта. В Бланес, бывшей рыбацкой деревушке, заканчивается Коста-Браво. Как и другие туристические центры, Бланес обязан своему строительному подъему американским испанцам, которые переехали в Америку и вложили в свою родину заработанный за рубежом капитал. Пляжная жизнь практически не отличается от других мест. Число отдыхающих такое же, только публика несколько солидней. Бланес считается воскресным пляжем жителей Барселоны. Тот, кто после дня на палящем солнце нуждается в движении, может прокатиться на водном мотоцикле или промчаться по волнам на водных лыжах. Барселона, столица Каталонии, является, безусловно, самым красивым, увлекательным и противоречивым городом всей Испании. Центром Барселоны является Пласа де Каталония. Ее пульс сильнее всего бьется на Рамблес. Рамблес – самая знаменитая улица Каталонии. И туристы, и местные жители любят ее в равной степени. Общая длина улицы составляет 1200 метров. Она ведет от Пласа де Каталония к порту. Здесь люди сидят на солнце, читают, разговаривают, наслаждаются окружающей средой и молчат. Или можно слиться с толпой. Рамблес – бульвар, усеянный платанами, который в действительности состоит из пяти улиц, пяти отрезков, имеющих различные характеристики. Одна из них принадлежит оседлым, пожилым, спокойным людям, которые могут взять на прокат стул и почитать газету. Другая – непоседливым, предприимчивым, туристам и директорам.